1xbet – надёжный букмекер! Делаете ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатываете больше! Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны! Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xbet прямо сейчас! Всем привет! Наконец-то я забрал бокс по коллекции Лига Чемпионов 1617 от фирмы Topps. И сегодня будет распаковка первых пяти пакетиков. До этого вы уже могли видеть на канале обзор по этой коллекции. Также я распаковывал уже 10 пакетиков по ней. Пока ни одной повторки у меня нет, естественно. И давайте начинать вскрывать эту коробочку. Как я узнал с форума, ранее не было целлофана на этих боксах. То есть это первый год, когда боксы от фирмы Topps стали запаковывать в пакетик целлофановый дополнительно. Сама коробочка маленького размера. Не знаю, какая была в прошлом году. В прошлом году я Лигу Чемпионов собирать не стал, но выглядит прикольно и необычно. Сверху можно так вот открыть. И вот так вот уложены пакетики. Их 50 штук в этом боксе. Ссылочку на картплей оставлю в описании. Именно там я покупал эту коробку. И сегодняшние 5 пакетиков. Пока буду чередовать. Следующее видео будет по коллекции по Нине Дун Рус. Потом снова Лига Чемпионов. И так вот по очереди буду выпускать. Ну а сейчас переходим к первому пакетику. Как я уже говорил, эту коллекцию я буду собирать кому интересно. Просто многие спрашивают, будешь ли ты собирать Лигу Чемпионов 16-17 или нет. Потому что многие коллекции я пропускал и не стал собирать. Давайте смотреть, что нам попалось. Тони Кросси, Лука Модрич, Реал Мадрид. Непривычно так наклейки после карт распаковывать. Игроки клуба PSV Eindhoven. Арсенал, Хектор Белерин и Петр Чех. Наполи, Дрис Мертенс и Лоренц Энсиньи. И последняя наклеечка. Это Атлетико Мадрид Диего Годин. У меня уже есть там, но не буду показывать, кто не видел, что мне выпадало из прошлых 10 пакетиков. Переходите на видосы, ссылочки оставлю после этого ролика. Переходим ко второму пакету, но Диего Годин мне еще не выпадал. Второй пакетик. И, похоже, судя по сокращению, это игроки ЦСКА Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич. Леон, Рыбус и Мбива, Легия Варшава, Ювентус, Маркизио и Хидира. Кстати, как вам новая эмблема Ювентуса, вот эта минималистичная? Пишите в комментарии, понравилось или нет, но мне кажется, старая гораздо лучше. И Бенфика. Форма, команда и эмблемка. По-моему, Бенфики не было, я что-то не помню. А вот красная какая-то сейчас, я посмотрю, там Барселона. Не, Бенфики не было. Еще у нас есть три пакетика. О, это Джейми Варди, повторка. Вот так вот, получается, в тринадцатом пакетике у меня первая повторка. Джейми Варди, по-моему, он мне выпадал уже. Хотя я могу ошибаться. Потому что в группе очень много фотографий по этой коллекции скидывают. Гарри Кейн тут есть у меня. Виттола. Нет, Джейми Варди у меня нету как раз. Это в группе скидывает, и я уже перепутал. Просто эти наклейки уже видел. По фотографиям. Так. Блесс Матюй Ди из ПСЖ и не знаю, как читается вот эта фамилия. Бенфика, Хорта и Элизео. Гарри Кейн и Янсен. Кстати, вот эта наклейка точно у меня уже есть. И Андрей Ермоленко и Гонсалес из клуба Динамо Киев. А это у нас Tottenham Hotspur. Остается два пакетика. Прикольные наклеечки. По этой коллекции мне они очень нравятся. Копенгаген, форма и эмблемка. Далее, что у нас? Клуб Монако, Лемар и Дирар. Дирар. Севилья. Адиль Реми и Тремоллинас. Французы. Защитники клуба Севилья. Макси Перейро и Икер Кассилес. Защитник и вратарь клуба Порто. И игроки... А я опять не знаю. Сейчас я посмотрю, что это за клуб. Это Людогорец. Скорее всего, румынский. Таких игроков я есть, честно не знаю. Пластун из Украины вижу. А второго игрока я не знаю, румынского. И последний на сегодня пятый пакетик. Давайте посмотрим, что в нем. И уже вижу, что есть игроки Реала Мадрида. Кажется, это Марселло и Дани Карвахаль. Странно, смотрите, как не очень ровно отпечаталась наклейка. Снизу много места, а сверху совсем чуть-чуть осталось. Это Гизаль и Нобиль Фикир, французский нападающий. Следующая наклейка это Арсенал, Рэмзи и Джака. Полузащитники лондонского клуба. И последние две наклеечки. Первая из них это нападающие Боруси и Дортмунд. Оба Миянка и Ройс. Кстати, прикольная наклейка. Не ожидал, что оба Миянка и Ройс будут на одной наклеечке. Классная. И последняя это Севилья, Виттала. Такая наклеечка у меня уже есть. Такой получился первый выпуск. Скорее всего эти видосики будут по продолжительности чуть-чуть короче. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравились сегодняшние наклейки. И мой видос, соответственно. А если не понравился, то ставьте дизы. Всем спасибо за просмотр. Вроде бы все, все пять наклеек я показал еще раз. Диего Годин, Джейми Варди и Витола. И форма с эмблемкой Копенгагена и Бенфики. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok